Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я склонен полагать, что его могли успеть предупредить о том, что против него готовится диверсия, потому что самолет был сбит ракетой системы ПВО. Это, в общем, по-моему, уже известно. Это не было внутренним взрывом. И он мог найти себе замену. Но я сейчас могу сказать, что это всего лишь пока предположение, но имеющее некоторые основания. И, наверное, мы убедимся или не убедимся в этом, ну, точнее, убедимся в том, что это был пригожен, когда будет проведена экспертиза ДНК, если результаты станут известны. Они же могут написать всё, что угодно. А вот, к сожалению, да. Даже это нельзя считать доказательством. Знаете, это очень похоже на обстоятельства гибели Зиничева. Помните министр МЧС? Да. Дело в том, что когда он погиб, на самом деле его расстреляли из автомата его и его охранников. Вот. На плато Путоран, потому что его заподозрили в заговоре против вождя. Но вождь пришёл прощаться с ним. Зиничев же был его адъютантом. Ну, как и, кстати, Дюмин. Всё ещё живой, не находящийся на свободе. И вождь не узнал Зиничева. И он сказал, что вообще это не Зиничев. Что, наверное, Зиничев жив. Я с Кунин полагаю, что то же самое Путин будет думать насчёт пригожен. То есть он будет требовать каких-то доказательств. Если не голову, то экспертизу ДНК, которая бы со стопроцентной убеждённостью, надёжностью подтвердила, что это был именно пригожен. А почему вам, о чём вам не нравится официальная версия гибели Зиничева? Не могу вас не спросить. Несчастные случаи. Выпившие люди просто ступились. Я просто знаю, что она не соответствует действительности на 146%. Его расстреляли из автомата, его и нескольких охранников, которые рядом с ним находились. Пострадал и корреспондент, который был с ними в компании. Ну, бог с ним Зиничев, в конце концов, что отдельно можно интересно обсудить в каком-нибудь ретроспективном эфире. Но про Пригожина. Что нам говорит о том, что он может быть жив, кроме догадки, что это не исключено? Об этом говорит то, что у него были связи на самом верху. И что, когда он пошёл на Москву, он находился в контакте с кем-то из находящихся в Москве. Ему не препятствовали, как мы помним. И я полагаю, что эти связи не были выкорчеваны. Даже не полагаю, я знаю, что эти связи не были выкорчеваны. И они, скорее всего, с высокой вероятностью сохранились. Поэтому его могли успеть предупредить. Такого сорта операции, они в любом случае разрабатываются за какое-то время до реализации. Это первое. Второе. Они должны получить согласие президента. В данном случае согласие президента было получено. Ну, в форме «я не возражаю» или «действуйте». Он так обычно высказывается на сей счёт. Ну, об этом его могли предупредить. Зачем Пригожин тем, кто его спас? Если мы исходим из того, что Пригожин не погиб вчера при крушении самолета. Он нужен как человек, способный повести за собой вот такую босоту. И не только босоту в широком смысле или люмпен пролетариата, а тех, кто служил в его отряде. Это всё-таки немало число людей, в целом рассыпанных по стране, и которые могут собраться очень быстро. Более того, сам Пригожин предупреждал, что я улетаю, но вернусь. Я вам обещаю. И то же самое сказали всем бойцам, которых отпустили в отпуск. Хорошо. Если Пригожин всё-таки жив, то все остальные, кто летели на борту... Они мертвы. Это тоже реальные люди. Уткин мёртв. Да, а все остальные мертвы. Чего стоит Пригожин без своего личного телохранителя, без своей правой руки и так далее? Если мы рассматриваем ту сногсшибательную версию, которую я сейчас предложил, и я отдаю себе отчёт о том, что она сногсшибательная, то это означает, что те люди, которые его предупредили, готовы заместить ему Уткина. Вот и всё. Они просто перехватывают контроль над его организацией. Их интересует именно военная часть. Не финансово-экономическая, не активы в Африке, а именно военная часть. То есть рейдеры спасли ему жизнь? Да, совершенно верно. Спасли жизнь, чтобы получить актив. Чтобы он был признателен по гробу жизни. Ну, это действительно так тогда будет. Что он убедился в том, что они надёжные, достоверные союзники. Что они его никогда не обманывали. И значит, теперь можно идти вместе с ними. И тогда они вместе пойдут на Кремль. В прямом смысле слова. То есть доделают то, что он не сделал 24 июня. Он об этом горько жалеет, если остался в живых. Прошу прощения, Валерий Дмитриевич, но возвращаясь всё-таки к своему вопросу. Вы сказали о том, почему так могло случиться, что у Пригожина были связи и так далее. Но я-то спросил о другом. Что нам указывает на это? То есть есть ли какие-нибудь свидетельства? Есть ли какие-нибудь странности во всём этом деле, которые показывают, что на самом деле Пригожин жив? Потому что вы говорите, что версия сногсшибательная, но я таких слышал миллион. Цой жив до сих пор. Вот, Элдиш Пресли. Я согласен. И многие другие. Но хотелось бы, чтобы что-нибудь нам на это указывало. Александр, нет, на это ничто не указывает. Отвечу вам с большевистской прямотой. Нет никаких ни прямых, ни косвенных признаков, указывающих на подобное. Отлично. Теперь вот о чём. Покушение было, и значит угроза жизни Пригожина, умер он, не умер, была. Путин хотел устранить Пригожина. Верно? Да, абсолютно верно. Значит, у меня тогда вопрос. Почему Пригожин поверил Путину? Причина очень простая. Я даже о ней говорил публично пару раз. Дело в том, что Пригожин хранит компромат на Путина. Это очень опасный компромат. Это первое. Второе. Он имеет доступ к авуарам путинской группы, находящимся в Африке. Они находятся в физическом виде, ну, в скронах, в убежищах. И поэтому Пригожин был уверен в том, что его никто не тронет. Вот когда я услышал новость вчерашнюю, да, я ожидал, что это может произойти, но только поздней осенью или в начале зимы следующего года. Не раньше. Для меня, с моей точки зрения, это произошло слишком рано. Иногда ваши прогнозы, Валерий Дмитриевич, раньше нужного сбиваются, иногда позже, иногда раньше по-разному. А что делать? История, понимаете, сама своим ходом разбивается. Ваш баланс сходился, так сказать. Не соответствует нашим интеллектуальным схемам и тем более нашим пожеланиям. Пригожин был абсолютно уверен в своей безнаказанности. Он смело передвигался по России, в Москве, в Питере. Появлялся публично, это не секрет. Он был уверен, потому что он держал, как ему казалось, режим за тестикулы. Но те люди, которые приняли решение о его устранении, потому что операцию разрабатывали чекисты Патрушева, они только получили санкцию Путина, решили, что ждать не стоит, что хватит. Как-нибудь потом со всем этим разберемся. И с компроматом, и со всем. Умер Максим, ну и хрен с ним, да? Кругловато. По-другому было, ну ладно. Валерий Дмитриевич, мы как раз про компромат говорили с Андреем Захаровым, журналистом-расследователем, который в том числе является автором большого такого профайла на Евгения Пригожина, которая вышла на сайте проекта. И как раз вот Андрей, например, полагает, что такого компромата, который мог бы произвести на нас с вами впечатление, уже нет. И скорее я склонна ему верить, что вы можете противопоставить, чтобы вас лично могло убедить или дискредитировать. Да, да, я расскажу охотно. Я знаю даже, какого характера это компромат. Это не компромат, касающийся, допустим, личной жизни Путина или кого-то из его окружения, нет. Это компромат касается указания российского президента наносить удары по китайским интересам в Африке, совершать нападения на китайских рабочих, на китайских инженеров, чем занимался ЧВК Вагнер под чужим флагом. И этот компромат, будучи предоставленным руководству Китая, произведет очень сильное отрезвляющее впечатление на желание Китая продолжать поддерживать персонально Путина. Потому что все это делалось сведомо российского президента. Под чужим флагом делалось Вагнером. И именно этот компромат носит крайне опасный для Путина, персонально Путина, характер. Все равно, мне не хватило подробностей. Я вам сказал, более чем достаточно наступления на китайские интересы, в том числе убийства китайских граждан, нападения. Этого более чем достаточно для Китая, чтобы принять и предпринять некоторые шаги. Хорошо, да. Но это и с одной стороны активы в Африке, с другой стороны компромат. Два в одном, так сказать. Это очень интересная версия. Хорошо, я просто вернусь к тому, что Пригожин может быть жив. Давайте попробуем покрутить здесь. Но, как тот, кто официально погиб, как тот, кто официально умер, может возглавить, так сказать, новое сопротивление? Нам ждать нового лжедмитрия или что? Да, вот именно так. В России любят таких людей, помните, там, один погиб, а потом он, оказывается, не погиб, а всего лишь навсего улетел. Он воскрес. Тем более, те люди, которые на него ориентированы, ему поверят. Что касается общества, это, в общем, особого значения иметь не будет. Вопрос о власти будет решаться не обществом в России, будет решаться элитными группировками, и особенно теми, которые имеют силовой ресурс. Пригожин был важен и ценен тем, что у него был силовой ресурс. И сейчас главное – это борьба за этот силовой ресурс. Что будет происходить с Вагнером? Заменит ли его Редут в Африке? Где окажутся бойцы? Что будет происходить с полевыми командирами? Сейчас они все, по идее, уйдут на дно, потому что они понимают, что если взялись за руководство, то очень скоро, возможно, уже в ближайшие дни дойдут и до них. Я не знаю, был ли у них план действий, план Б насечего. Не исключаю, что был. Значит, тогда они знают, где собраться, или точнее, какого сигнала выжидать. Все. Довольно простая схема. Тогда интересно, кто в условном Кремле или в окружении Путина играет за команду Пригожина. Вот вы говорили в самом начале о том, что были связи, что эти связи, они как-то все еще остаются на месте. Кого вы видите в числе сторонников Евгения Пригожина? В путинском окружении сейчас. Вы понимаете, здесь есть некоторая неточность. Не играют за Пригожина, они играют за себя. Им нужен Пригожин. Да, давайте так. Временные союзники. Вы совершенно верны. Это те же самые силы, которые заблокировали действия вооруженных сил, когда Пригожин двигался на Москву. И заблокировали действия государственного механизма. А кто? Вы хотите, чтобы я назвал поименно? Хотелось бы. Я в Москве нахожусь. Для меня это очень большой риск. Да, я знаю поименно, кто это делал. Знаю. А можно ведомство обозначить, или это тоже опасно? Ведомство можно обозначить, или это тоже опасно? Нет, и ведомство обозначить нельзя по очень простой причине. Это не какое-то одно ведомство. Это группа людей, работающих в разных ведомствах. Межведомственная комиссия, как говорят. Абсолютно верно. Это можно назвать сетью, если воспользоваться современной терминологией. Такие сети в России есть. Есть, по крайней мере, две крайне влиятельных сети. Вот те элитные группировки, которые мы всегда перечисляем, ближайшее окружение Путина, администрация, чекисты, военные. А есть просто сети. Валерий Медович. Есть сети очень влиятельные. Мне кажется, что вы, может быть, лучше всех в нашей сегодняшней программе можете порассуждать или дать прогноз о том, как будут выглядеть похороны Пригожина. Меня чрезвычайно волнует этот вопрос. Правда. Ну, во-первых, потому что ритуалы важны для государства, и бывают очень удивляют. Ну, вы уже вспомнили похороны Зинчева, а я-то вспоминал сегодня похороны Япончика, например, который никаким героем России не являлся, но, тем не менее, значит, всё это показывалось по телевизору. Что будет с похоронами? Как этот вопрос будет решаться в случае с Пригожиной? Александр, хорошо, что вы об этом заговорили. Это крайне интересно. Крайне интересно. Я полагаю, что представители российского эстеблишмента постараются там не быть. Похоронить его будут в Петербурге. Я не знаю, какое кладбище в этом случае используют. Ну, совершенно очевидно, не в Москве, в Петербурге. Я думаю, постараются, чтобы это была узкая церемония. Но эти намерения могут быть нарушены. У него было немало симпатизантов, тем более сейчас его личность приобретает некий героический ореол, хотя на самом деле это бандит. Да, тут надо говорить без обиняков, это преступник и негодяй, причём законченный. Ну, иногда вот справедливость или возмездие ходит такими, знаете, кривыми путями. Не всегда прямыми. Но он, тем не менее, обладал обаянием. Есть такое бандитское обаяние. Вот вы и о бочках сейчас упомянули. Оно было упригожено, правда. Есть люди, которые находились с ним в контактах, находились под обаянием. Вдруг выяснится, что он сделал много хорошего, полезного, доброго. Утёр слезинку ребёнка, помог вдовице, помог бабушке перейти оживлённую улицу. Эти люди могут появиться. Но что касается эстеблишмента, вот бросить вызов после того, как он так погиб, ну или погиб, как мы предполагаем, как я сейчас высказал предполагать, якобы погиб, никто не решится. Потому что все знают, что есть очередь. Я думаю, вы догадываетесь, кто следующий в этой очереди. Кто? Я нет. И вот я бы на месте Рамзана Ахматовича Кадырова перестал летать на самолётах. А вы знаете, Валерий Дмитриевич, вы в этом смысле... Вот у нас только что была премьера новой заставки про Санта-Барбару, про сериал с Пригожиным, и там Майкл Наки предполагает, как бы он фигурантов, так сказать, тоже расставляет. Я предположил, что это очередь и есть. И там есть Рамзан Кадыров, уж не помню, первый или нет. Один из первых. Лукашенко, Гиркин, Кадыров, они все... Ну, поверьте, дело в том, что по... Ну, вы помните, их альянсы, риторические скорее альянсы, чем на самом деле реально военно-политические. Но дело в том, что Кадырова воспринимают точно так же, как и Пригожина, как угрозу. Те же самые люди, которые разработали план уничтожения Пригожина, они питают в отношении Кадырова ничуть не лучшее, а скорее еще более тяжелое чувство ненависти. Слушайте, а с кем же останется Владимир Путин? Ведь еще недавно казалось, что и ЧВК Вагнер, это опора режима, и Рамзан Кадыров, это тоже во многом опора режима. Ему он даже заключенных по запросу, так сказать, отправляет. Да, хороший вопрос. Он останется, естественно, с нами, с экспертами, которые... Нет, спасибо. Саня останется с нами, да. Да, с генералом Золотовым. Он останется с генералом Золотовым. Отдельно о Лукашенко хотел спросить, потому что он тоже фигурант этой истории, дело-то громкое было, как говорится. Да. Вот, я уже видел, многие коллеги обсуждают это с белорусскими политологами, окажут ли это там на их политику какое-то влияние. Получается, ну, теперь мы говорим, что верить слову Путина нельзя, а с другой стороны, там же еще и Лукашенко был. Как-нибудь на него это повлияет? Александр, ну, я полагаю, что мы с вами слову Путина и раньше-то не верили. Вот. Я уж не знаю, с какого года. Это первое. Второе. На Лукашенко это никак не повлияет, абсолютно. Потому что Лукашенко в данной истории никогда не был самостоятельной фигурой. Его ввели в последний момент переговоры, просто чтобы он подтвердил, что он дает гарантии размещения Вагнера в Белоруссии в качестве станции подскока. Это были промежуточные лагеря перед переброской в Африку. Он это все подтвердил, не более того. Никаких у него самостоятельных планов ни на что не было. Ни планов вторгнуться в Литву, ни планов атаковать Польшу. Ну да, вагнеровцы там поучили, видимо, его вооруженное спецподразделение какое-то время. Это было полсто или двести инструкторов всего-навсего. Не более того. То есть он здесь вообще не игрок. Я думаю, что он еще и вздохнет с облегчением. Понимаете? Ему было не очень приятно, что рядом находятся такие отмороженные чуваки. Поэтому он ставил условие, что одновременно на территории Белоруссии должно находиться не более двух тысяч бойцов вагнера. Они должны быть вооружены только стрелковым оружием, и у них не должно быть ограниченный боекомплект. Он очень боялся. Сейчас он от этой угрозы избавился. Если они за сутки дошли до Москвы, ну почти дошли, то, наверное, до Минска они бы смогли добраться часа за два-три, как мы с вами понимаем. Зачем такие друзья на собственной территории? Хотел ещё спросить про двойников Путина и так далее. Я как раз хотел спросить о решении, собственно, о том, что делать с Пригожиным, оно как и кем принималось, если у нас такую гигантскую роль играют двойники? Не, ну помилуйте, ну это, как, знаете, принц и нищий. Есть настоящий, тот, который лежит в бункере на Валдае, и в Сочи вообще он не бывал, и никуда не ездил. Он, да, сказал, я не против. Ну что, неужели Патрушев не знает, к кому он обращается? Ну не к двойнику же они обращаются. Двойник полностью находится под контролем Службы безопасности президента. Потому что они так прекрасно отличают одного другого и знают, с кем они имеют дело. Конечно же. Но если мы исходим из того, что у нас есть официальный Путин, и нам не важно, настоящий он, двойник или, давайте исходить из того, что нам представляется, как действующее лицо самовозглашенного президента Российской Федерации. В какой он сейчас оказался ситуацией, если вы можете нам обрисовать диспозицию? В чем его сила? В чем его слабости? В каких он отношениях сейчас находится со своим окружением или с элитами? Как это выглядит сейчас? Слабость его одна. Он умирает. И его окружение об этом знает. И смерть Пригожина, ну или покушение на Пригожина, это следствие только одной причины. Что надо готовиться к переходу власти в другие руки. И надо убрать тех, кто мог бы этому переходу помешать или не то, что помешать, вмешаться в некое плановое течение. Вот и все. Ну вот он у нас довольно долго уже умирает. Процесс этот прилично растянулся во времени, надо признать. Нет, он умирает не так долго для человека, который пользовался достижениями мировой медицины, в первую очередь израильской. Его лечили израильские врачи. В феврале 2020 года они ему делали операцию, сделали ее успешно. Они ему определили горизонт. Горизонт этот удалось несколько отодвинуть. Сейчас, могу сказать, его удалось отодвинуть на 8 месяцев приблизительно. В сравнении с тем, что они ему тогда в феврале 2020 года говорили. На 8 месяцев. Но любой горизонт иногда, точнее, не иногда, а всегда настигает вас. Случай фатальной болезни. Сейчас терминальная фаза. Окей, хорошо. Хорошо. Просто отлично. Это горе или беда, Александр? Да, беда или горе. Действительно. Спасибо большое. Благодарим, Валерий Соловья. Спасибо. Политовик Валерий Соловей был с нами. Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. И это 82-й экстренный выпуск программы «Что происходит?». Вы увидите его в четверг, 24 августа, в 19.00, в 7 часов московского времени. Ну, вы прекрасно понимаете, чем вызвана экстренность этого выпуска. Хотелось бы мне, наверное, начать с мрачной шутки. Шутки, да, но мрачной. Помните, я в ролике, который вы уже могли увидеть, который я выкладывал в четверг же, то есть сегодня в час пополудни, говорил о том, что возник клуб любителей Лебединого озера. Вот футболка этого клуба. И хотел сказать, что клуб любителей Лебединого озера начал свою работу. Но если говорить о серьезном, то я не спешил комментировать по горящим следам нападения на самолет Пригожина, атаку на этот самолет, потому что я хотел получить достоверную и абсолютно надежную информацию. Эту информацию я получил, и сейчас частью этой информации, важную частью, но не всей информации, я с вами поделюсь. Первое. Самолет, в котором должен был находиться Пригожин, погиб в результате попадания в него ракеты российской системы ПВО. Уничтожение Пригожина и руководство ЧВК «Вагнер» было санкционировано лично президентом Путиным, а план был разработан в недрах Совета Безопасности. Второе и второе самое сенсационное, но я к нему вас уже подвел. Евгения Пригожина предупредили о том, что самолет будет атакован. И его в самолете не было. Поэтому не верьте сообщениям о том, что якобы опознано тело Пригожина. Ничего подобного даже близкое нет. Да, там находились руководители ЧВК «Вагнер», они погибли. О моральной стороне я сейчас не собираюсь рассуждать. Где сейчас Пригожин? Пригожин сейчас находится за пределами Российской Федерации. Он на свободе, жив-здоров. Он находится не в Африке. Не в Африке. Если кому-то интересно, в какой стране он находится и будет находиться, это страна, где у него была создана запасная база, я бы сказал, задолго до тех событий, которые вчера случились, по крайней мере, за некоторое время до этих событий, то 7 сентября я буду выступать со своей традиционной онлайн-лекцией, точнее, это онлайн-встреча, онлайн-лекция, онлайн-встреча. И там я эту страну назову. Это любопытная подробность, хотя, с моей точки зрения, несущественная. Но если вы хотите узнать, ну, конечно, не только это, если хотите узнать, то подключайтесь к этой встрече, вы увидите ссылку на подключение в первом закрепленном комменте к этому ролику, и в описании этого ролика в верхней строке идет ссылка. Пожалуйста, подключайтесь, это платно, но это стоит того. Почему стоит того? Вот здесь я перехожу от самого сенсационного к самому важному. Потому что Пригожин дал обещание отомстить. Отомстить тем людям, которых он считает виновными. Ну, они и действительно являются виновными в гибели его боевых соратников, и в покушении на него самого. Поэтому, и с той стороны, где он сейчас находится, он намерен посещать Российскую Федерацию для реализации, и точнее, для подготовки последующего реализации плана мести. Помните, я несколько раз публично говорил, в том числе в своих роликах, индивидуальных роликах, а не в интервью, что первый акт российской политической трагедии отыгран, и мы ожидаем второго. Вот Пригожин будет активным участником, знаете, такая зловещая тень отца Гамлета, который появляется во втором акте этой российской политической драмы. О том, какого будет содержания этого второго акта, я тоже намерен вам рассказать. Но тем, кто подключится к встрече, я расскажу 7 сентября. Пригожин сохранил свои личные активы, свои личные авуары. Африканские активы будут потеряны, но свои личные он сохранил. Связи в Вагнере он сохранил, и главное, он сохранил связи с частью представителей российского эстебрешмента, которые его предупредили, и которые намерены вместе с ним вступить не просто в альянс, но вместе, что называется, в переносном смысле, а кто знает, может и прямо штурмовать Кремль. И Пригожин в этом примет самое активное участие, вот как тот самый пресловутый наконечник копья. Так что, дорогие друзья, это совсем-совсем не конец. И если это можно назвать концом, то буквально по чечеру, это всего лишь конец начала. А основное нас ожидает впереди. Ожидает впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok